итак а господи спрашивают что такое этот мир даже что есть этот мир ну здесь в самом вопросе скрыт ответ этот мир есть черная дра его есть постепенно ну вот даже такой вариант есть я не понимаю зачем вы это спрашиваете попробуйте вот как то вот действительно всегда все вопросы помните задаются из тела боли ну если вы просто зачем сюда вот уже лучше да зачем я в мире но тоже как бы банальный ответ чтобы было вот уже так уточняющий вопрос чтобы было вот это давайте уточняйте дальше еще раз говорю здесь не будет концептуальных наворотов каких-то философских здесь наоборот вы должны как бы развернуться сами на себя поэтому задавайте такие вопросы и знаете что отвечать я буду так как вот ну вот это вот вот она там как говорил не саргадат и я есть то вот давайте там был я всецел все знающий и спустился сюда в этот мир сюда зачем чего-то не хватало почему именно сюда так еще раз там это типа брошен где хорошо там это прошлое прошлого нету она всегда здесь поэтому говорит что был там это значит и есть был здесь чего киану рифса не подал в америке там это здесь нигде ты там не был ты всегда здесь и никуда из этого места деться не можешь ну такая вот какая-то банальность вообще на самом деле что на самом деле единственная проблема которая у вас существует вы никак не можете вот это здесь ну сделать собой вы все время его делаете чем-то либо там либо вот 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 там то есть что-то таком да да вот либо там либо там хотя этого вот и там и там нету она всегда здесь вы всегда и здесь насти создаете ну какие-то иллюзии почему это и называется иллюзии вы надуваете мыльные пузыри с нами с наведений а на самом деле вы их надувайте вот из этого места то есть вы всегда здесь и никуда из этого места деться не можете но почему-то вот для ума это ну невыносимо и он начинает рисовать вот это там вот это будет вот там и вот почему это вот так и и вот тот он в этом мульном пузыре начинает раскрашивать какие еще и самый страшный момент что вы раскрашиваете три мыльные пузыри разными цветами кто-то их черными раскрашивать так тогда у него здесь как там это какое-то горе и несчастье у кого-то они розовые тогда у него ну такие люди на сатсанге не ходят они так балдеют понятно да но в основном да вам не нравятся те краски в которой вы же раскрашиваете своим отношением представлением воображением вот этот мир здесь как некий мир там поэтому вот этот вопрос я был там вот там это вот ну вообще не о чем вот я и здесь и у тогда сразу все заканчиваем с несаргадатой переходим к роману марханши я есть здесь и что что я и что такое я здесь вот что я здесь как я чтобы не было вот там а вот именно здесь как убрать вот эти все разрисовки которые зачем вы их разрисовывать и причем чаще всего в негативном свете а самое интересное помните почему вы это делаете а вам нравится ну вот этой садом а за и заниматься тогда как бы вы заняты делом потому что если я здесь просто так то это как бы как что просто так как бы сразу ум проваливаться в пустоту и у него до начинаются проблемы поэтому думать лучше в говном измажу но зато своим есть чем заняться это такая вот банальная парадоксальность что вот у меня сейчас пару человек доходят до ручки и они ржут безостановочно и все время так и вот это я тоже не гридают и тот блин вот это да что действительно куда вы не посмотрите это я тоже вот это и есть я но в силу своей вот испорченности или там трагичности или там комичности или там еще что то еще раз говорю если вы комичный то вокруг все прикольные если вы трагичны то вокруг все трагичные всегда везде ваше отражение поэтому вы из него никуда вы туда куда-то выпасть не можете потому что это там вот вы прямо здесь же и раскрашиваете вот этот настоящий момент как вот некое вот такое как я был там либо мне было там хорошо либо мне было там плохо либо там меня кто-то не понимал либо там меня кто-то насиловал в конце концов ну некоторые и так нравится это парадокс молодец что тебе нравится так думать что тебе не нравится вот еще вот такой зазорчик все время успевайте заметить что вы периодически выпадаете в какое-то вот как будто там кто-то самое страшного чтобы подойти в то что там весь как будто какие-то люди которые о вас там чего-то думают вот это страшные люди вообще я не постоянно о вас чего-то там думают и вы думаете чего они думают они вас вообще нихрена не думает потому что они в этот время момент думают о том как вы о них думаете ну вот я говорю вот сейчас у меня два человека есть просто они горит мы просто ржем не можем ну я так как вижу что они доходят до ручки ну чтоб они с ума совсем не сошли сразу резко я по чуть-чуть подсказываю но вот самый прикол вот сейчас оба таких ржачных они просто безостановочно ржут на тем что вокруг это я вот начать видеть что вокруг это ты прямо буквально не 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 что вы там с просветлением придумали такой я даже вот вообще не представляю да вот сразу давайте разбираться с тем что есть что у вас есть подождите он это кто а ум это кто все ты планируешь всякую хрень я штука что объяснил что тебе нравится планировать всякую хрень а потом с таким умным за а чё это так это чего этого это да это он как хрень планируете так планируете не хрень то все это лепится из одного из того же из вашего ощущения представления и воображения еще раз вы еще любите думать что там другие думают и как у них там вы еще и блиновскую расписали в своих вот этих дурацких а может она прется от этого вы же не знаете да ей нравится вот сидеть там ее насилуют там что с ней там делал пока по телевизору показ не забывают а так бы забыли все что вы били ну вот этой занимаетесь собой занимайтесь и так что я не знаю это и есть ваше занятие вам нравится заниматься я не знаю вы же вот прямо сейчас взяли и занялись я не знаю и такая уверенная это ваше занятие вот вы его и делаете вы знаете как делать я не знаю вот точно так же просто берете не убирайте и начинаете я знаю и дальше выбирайте что вы там знаете я знаю как вкусно поесть я знаю как поступать в отношении с мужчиной там или с женщиной я знаю как вот там не отдохнуть я знаю как мне выучиться я знаю как мне деньги зарабатывать начинайте это делать с такой же уверенностью как вы делаете я не знаю думаете кто-то кроме вас это будет делать вот это переключение с одного на другое то есть придет волшебник голубом вертолете и бесплатно покажет кино где я знаю как и мне жить счастлив нет этот волшебник ты ты знаешь как делать я не знаю точно так же начинай из того же лепить делать как я знаю или опять все таки кто-то должен за тебя это сделать или ты то есть у все вот там нормальные а боженька за тобой не досмотрел и он тебя сделал вот такой несчастный так выкинь это же боженька тебе позаботился чтоб ты такой дура и жила это его программа твоей жизни какой он молодец ты чё против бога что ли и давай выкручивайся вот у тебя то есть вот это я не знаю это у тебя любимое занятие смотришь книгу видишь фигу я когда бы хагават биту гиту прочитал я сразу понял ни хрена себе подсказать что я сразу понял что нет делать то что когда ты прочитала самое важное когда вы что-то прочитаете вы знаете что делать ты поняла что делать тебе если ты из этого не вывела урока как действовать в жизни то это чтение может задний проход все вставить с таким же эффектом такая бы хагават гиту зачем читала что-то там вычитала ты точно так же сатсанг смотришь книгу видишь фигу я тебе сейчас объясняю что делать а ты такая нет я не знаю нет я не знаю итак что тебе надо делать ну попробуй помолчать может быть в этом какой-то найдешь результат перестань делать то что тебе не нравится все а если тебе нравится то что тебе не нравится тогда получает этого удовольствие а ты лишь хочешь и на елку влезть и задницу не ободрать все хотя вот еще и все кто даже могу доходит так что совсем теперь делать будем да перехачивать перехачивай новый тренд это так смешно вот эти две два человека которые они просто гриб ни хрена себе разве а так оказывается можно же делать помши я же тут художник я все раскрашиваю и сам же себя же вижу с намыленной рожей но если раскрасил как этого могу перекрасить и сижу и перекрашиваю вот это можно так вот это можно так самое главное можно кто тебе сказал что нельзя кроме тебя ты же себе барьеры все поставил и запреты или кто-то там стоит вот действительно там как вот это сидит которые там ее охраняют охранники не дают ей возможность там что-то делать ну это она их нарисовала этих охранников куда внимание то и нравится да теперь вот теперь самое главное итак внимание самое главное теперь выясни что тебе больше нравится бояться или получать удовольствие как только ты увидишь что тебе больше нравится у тебя туда вся энергия потекет хорошо а тут добавляет следующее то что если делаю выбор соответственно что потеряю теперь выясни что тебе нравится делать сидеть выбор или же получать удовольствие или бояться конечно сложно теперь выясни что тебе все усложнять больше всего нравится ведь чем ты занимаешься ты занимаешься тем что тебе нравится тебе нравится усложнять создавать трудный выбор вот этот вот вот да и плюс еще постоянно об этом трендить все все вот и все мы выяснили что тебе нравится тебе совсем не нравится быть счастливым не получать удовольствие тебе нравится говорить о том как тебе трудно тебе нравится делать сложный выбор я лучше его не делать вот те что нравится потом получать проблемы за то что не сделал этот выбор вот это вот вот он тебе сейчас расскажут еще вот именно и ты рассказываешь о том что тебе нравится но при этом хотел бы еще и чтобы вот как-то ништячно все было нет и не нравится ништячно те нравится вот именно проблемно еще раз поймите все где вы находитесь это вам нравится это ваш выбор так примите его а вы хотите вот снова на елку влезти жопу не ободрать нравится вам жопу обдирать так получайте удовольствие от обдирания задницы не способным сделать выбор не способным вот это нравится так вот да ходили одна долго а другая быстро прямо сразу просекла и такая вот это номер горит больше пяти минут дурью заниматься уже не могу сразу доходит что это этим занимаясь этой дурью раньше так это было серьезно месяцами этим занималась а сейчас горит пять минут и все и уже ржащи начинается что оказывается то чем я занималась годами можно вот так ты ты за пять минут переформатировать можно я с всех снимаю заклятие безбрачие не способности делать выбор вы теперь всем вам можно амин да 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 все расколдовано если кто-то заколдованный снова давайте еще раз говорю теперь еще одна главный лайфхак там где страх там и проход если ты этот страх отодвигаешь на потом значит ты никуда не двигаешься а действительно ходишь по кругу и пережевываешь этот страх он как страшного их там будет какого они вам не по самый живая шу говорю самое страшное это то что ты думаешь что тебе подумают когда ты обосрешься во время выступления а попробовать я пошла в театральную студию так написала текст так выхожу так пятый раз текст забывается так боюсь быть виноватой вот ну а всера и дальше что происходит вот ты стоишь я стою тишина на меня софиты они все сидят смотрят я потею еще более страшно и что ну значит все выходи так пока вот не надоест есть очень хороший такой реприза ширвинда с этим с его друганом то с державином когда они такие молодые то ли ученые то ли актеры выходят на первое выступление так трясутся газетки друг у друга вырывает и потом их показывают там раз на 20 они так и выходят семечки живет опять тут народ собрался все это просто через количество раз выходишь и помираешь выходишь и помираешь я говорю твой страх это проход выходишь и помираешь выходишь и помираешь выходишь пока действительно контракте там не хватит но как красиво померла на сцене кайфуюсь не серьезно выходи не бойся в эти места действительно там твой страх причем успеваю чтобы он не нить а это самое у тебя переклинивало а успевай вот начать смотреть а где он живет запоминай его начинай его перепросматривать других местах то есть начинай в него входить он пока тебя просто выбрасывает ум не дает тебе сосредоточиться а ты вот и даже уже попробуют там на сцене все ты обосралась все смеются а ты в этот момент а и что и где тут что во мне то что умирает где там ну вот понаблюдай понаблюдай так вот количеством раз вот правильно это сделала надо выходить на сцену надо и не важно там что там об тебе кто думает неважно это вообще вот вот представь что это действительно последний день твоей жизни ну что из-за того что они там будут ржать на тобой тебе что и умереть как следует нельзя что ли умирай красиво сценически сразу и образ появится и текст пойдет может быть уже даже свой 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 пойдет будешь красоткой умирающей на сцене но все будут аплодировать красиво ведь потому что ты умираешь по-настоящему они просто как дура такая что они вовне думают конечно и вот это некрасиво а вот когда ты такая все отнимаются ноги заклинила челюсть я не знаю как ты там все изображаешь ну это просто ну и это же самое сложное но зато ты тебе повезло ты знаешь где твой страх некоторые не знают и прячут его сидит и и сама не поймет чего там где твой страх но вишни знает а у тебя все ясно у тебя вообще ты вот как раз из тех кто может вот через некоторое время прийти начать сказать уржак это было я теперь как только в на сцену ухожу такую усыкаюсь не могу помираю там серьезно вот молодец она-то дура простая ты это сложно но это один и тот же там уж когда ты станешь бомжихой у тебя первое выйдет что надо самоубиваться и и что да да что вот есть знаете вот эти бей высшей школы у них там один из таких проходов это им дают задание побуржевать некоторое время это они должны по милости не собрать или еще что идти по попрошайничай помог ну чего ну и чё правильно хорошая психолог кстати и чё ну что давали давали кстати лишь еще и доход левый пошел может это действительно твоя не выполнила да потом еще вот вот и вот этот шок значит тебе вот как ей на сцену ходить попрошайничать колбасу десять раз пока те это не станет таким обыденным простым занятием эй давай колбасу дальше пойди найди бомжей настоящих и с ними потуси маленечко понюхай их там поприсматривайся пообщайся как у них жизнь расскажи как ты колбасу добываешь может им тоже по нам там же тоже люди заходил заходи по это точно такая же как у нее кстати ничем поиграя роль бомжа но реально поиграй потому что на самом деле ты сейчас играешь роль серьезные женщины которая боится забомжевать и из-за этого покой тут такая серьезная а на самом деле ничего серьезного то нету это все ты играешь вот в эту серьезность причем вот эта трагическая роль суицид я им всем покажу знаете как том сортил я лежу в гробу и все наконец увидели какая я прекрасная но он думал какой я хороший мальчик и все увидели какая ты последняя в этот момент они поняли как же нам ее не хватает с ее последностью как все мы ее на самом деле любили а бомжи они кстати очень душевные осень когда будет сразу такие сочувствия у них такое при стать да ты кстати не в курсе бомжи это еще те персонажи они все от тяжелой жизни туда попали как ты и вот ты наконец на своем месте среди своих и они тебя похоронят там на помоечке с почестями выпьет за твое здоровье ну чё ты поиграй в это чё серьезно так этому относиться я говорю серьезность это вот игру это последняя прибежище идиотов и негодяев поэтому не надо серьезно относиться там к суициду потому что ты это прикольно по бомжевать поприкидывать как ты померла как тебя похоронили ну тоже надо пообщаться если что придумывать за них как это сам я вам когда с бомжами несколько раз общался обычно всех кинули на квартиру вы отжали родственники и выдавили их из социума и они просто слабые люди которые не смогли вот как-то за себя постоять я не а на самом деле очень добродушные такие несчастные попали в бомжовскую среду а там такие же сволочи как и вот в нашем мире бомжовская среда точно такая же иерархичная как и здесь там есть свои негодяи свои козлы свои эти самые и вот эти опустившиеся бомжи они самые несчастные им даже на помойке не дают пособирать что-то потому что помойки все разделены между бомжами но раньше это было когда их было много сейчас я не знаю по моему они все как-то повылились или есть ну да 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 та же жизнь какова у нас с вами только говнище зачем тебе к бомжам опускаться ты среди людей можешь пожить так же не бойся жить ты боишься жить боишься себя проявлять боишься достигать чего-то сама себя пускаешь куда-то зачем я еще раз говорю перекрашивать все это не бойся а если боишься зайди в этот страх увидеть что там нихрена а нету и станет великой актрисой трагическое а ну точно так же но это уже вообще каламбуры какие-то вы несете как не боятся боятся или как боятся не боятся ну да перестаньте комментировать вот эту всю фигню еще раз самое дурацкое что вы постоянно вместо того чтобы то что-то делать об этом думаете а вот в думах своих вы себя и загоняйте если в этот момент вот как кто-то там сказал на помолчать просто заткнуться и подождать некоторое время вы увидите что ситуация сама разрешается естественным способом просто надо принять их тот результат который будет происходить если вам результат не нравится значит делайте что-то для того чтобы изменить результат вот хагавадгите очень есть классная вещь надо взять дело какое-то и начать его делать не ожидая результат самый лучший способ взаимодействия с миром да а если у меня есть какие-то программы да подсознательные которые периодически выстреливают портать жизнь и вот мне не нравится я получается могу сделать с ними что угодно потому что это тоже я и вообще все это я и у меня полный контроль получается который я ну вот и все объяснил то есть ты от меня хотел подтверждение получить то есть ты сам себе не доверяешь тебе нужен все-таки какой-то внешний кто бы тебе подсказал да ты молодец видишь я говорю сразу все смешно становится сам у себя спрашиваешь разрешение можно мне так да можно вот именно тогда зачем спрашивать у себя и вот этим дурдом с хорошим хорошим ладно похвалила зачет следующей жизни только да да хорошо это фуксия фуксия у меня ассоциация такая возникла то есть у маленьких детей есть раскраски они еще то есть это без цветов так и они сами выбирают то есть вот эти цвета какие-то хотят раскрасить раскраску и вот я допустим свою жизнь раскрасываю тоже вот различными цветами да 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 еще раз так как ты не знаешь кто ты ты сам себе не доверяешь ты начинаешь вот как вот парень сейчас ко мне обращаться и я им говорю раскрашиваю вот так вот но так как у вас меня у вас в жизни не было а у вас были всякие другие учителя а у них уже все раскрашено по определенным и они тебе эту программу за значит нормально вот это будет зеленым вот это черным вот это красным запомнил так сынок вот так будет хорошо твой папа сделал так же ну обычно вот так это делается то есть есть авторитеты которые тебе ну в зависимости если они тебя пугают насилуют и все такое прочее у тебя одни цвета если они тебя любят и тын 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 у тебя другие цвета а так как у нас все норовят друг друга пугать наказывать и все такое прочее как-то вот так просочилась в социальном думают что это так хорошо воспитывают то у всех краски такие зажатенькие и блекленькие не хочет человек ну не хочет а просто не знал что можно вот так вот раскрасывать эту жизнь я помню у нас был в университете два странных человека я помню для меня это было как-то парадоксально один был очень умный очень хорошо аналитический ум все но он все время себя минусовал меня девочки не любят у меня что-то там что-то болит что-то это самое и там вот пыры пыры пятое десятое а это были сейчас скажу 97 98 год как раз рассвет бизнеса когда можно было миллионы делать просто за пять секунд просто вот расслабился и стал ну вот как вот эти олигархи вы даже не представляете сколько там было ходов просто расслабься и начинай делать что хочешь возможности были колоссальны а второй был дурак полный но он был уверен себе я стану там я буду на мерседесе ездить я там буду вот он вот студентом один говорил я не могу не могу а друг после университета встречаем какой-то там филиал какого-то банка в огонь у меня стоит этот дурак а вот этот у него в подчиненных по тому как ты раскрашиваешь мир свой и этот на белом мерседесе и девочки и все и он там ходит ну понятно что тоже он долго не продержится на такой харизме хотя кто его знает некоторые продержались а почему в жизни всегда как бы какой-то график верх, вниз, верх, вниз и ты себя фиксируешь вот именно вверху внизу там что вы одновременно давите и на газ и на тормоз а когда я фиксировал в ноль переходишь потом опять как-то течет, течет раз определяешь себя что в эмоциях какой-то такой или такой ну еще раз говорю это тебе так нравится вот на качелях туда-сюда туда-сюда обратно это вообще такая как бы везде ритм такой туда-сюда туда-сюда да и как-то вот нас приучили что надо вот качаться постоянно а можно не качаться и когда определяешь что ты опять куда-то качнулся качнулся значит сразу знаете маятник долго не продержишься пошел отдача в другую так вот и качаетесь но это замечательно заметили можете амплитуду уменьшать постепенно да причем обратите внимание с маятником тут прямо вот образ специальный вставлен ведь этот что откатился он когда вниз летит это на самом деле его вверх тянет и вот если он сильный амплитуд набирает то есть например там то идиотом себя и то там в радости какой-то бешено его вот так вот туда-сюда туда-сюда если же он амплитуду поменьшает то тяга вверх вдруг включается и он гораздо больше поднимается чем тот который качается из стороны в сторону поэтому и говорится не шарашьтесь не лезьте там есть уже наработанные темы чего ну знаете крошка сын пришел к отцу и сказала кроха что такое хорошо и что такое плохо и папа ему объяснил хорошо это одна стязь плохо это самое если ты знаешь что это хорошо плохо можешь на этих качелях уже не качаться а вот двигаться там сацанги слушать а дети что родителям показывают маленькие родителей да дети это просто полное ваше творчество вы их нарисовали себя слепили они ваше отражение причем они такое дурацкое отражение потому что постоянно вам мозги выносят ну потому что вы же такой идиот и дети идиоты если вы не идет то дети не идиоты тогда они вам показывают красивые всякие вещи сейчас они такие разные все некоторые говорить начинают в год а некоторые там до двух до двух с половиной не надо про некоторых ваши как действуют не говорит два с половиной года не говорит все это вы такой что то вы там себе зажали и он вам это показывает это вот буквально вот эти которые вот бешеные они просто он говорит я специально нахожу человек смотрю если ум не подключать я сразу вижу что он мне показывает он своим поведением своим отношениям своим самым я говорит даже ни у кого теперь не спрашиваю я всегда так вопрос так ну вот что это и начинаю приглядываться и кто-нибудь тут же мне либо ребенок либо муж либо там на работе тут же мне показывают как это она говорит вот я еду на машине и у меня прямо вот чувство выгорает поворачиваю в окно и там коптят шиной знаете как я говорю черный дым я думаю вот это я выгораю с такой копотью и прямо почувствовал говорит что вот стоит о чем то подумать тут же мне картинку показывают ну я же и показываю все надо буквально нет чтобы буквально так воспринимать нужно уже очень хорошо продвинуться потому что ты сейчас буквально не сможешь воспринимать у тебя ум раскрашивает это все уже каким-то тоном ты не увидишь буквальщину но если ты постепенно начнешь вот это вот я говорю например делать дело не ожидая результата вот в бхагавадгите все шаги прописаны вот там есть раздел карма йога карма йога это как зачистить карму там прописано как и что делать в этой жизни чтобы ну вот получить доступ к кришне кришна это ваше внутреннее сознание арджуна это он просто настолько уже очистился что у него был проект кришну видели все но только арджуна увидел его как параматма как высшего бога потому что это он такой поэтому кришну не такой а для всех остальных там кришна чуть ли там не не педик голубой то есть вот сейчас может быть ты где-то встретила там кришну а ты думала что это бомж да или еще что то такое ты его просто не смогла увидеть поэтому для тебя этот механизм сейчас не работает тебе вначале нужно вернуть себя к себе вернуть себя к себе это то есть перестать слушать вот эти программы которые нам навесили и которые вместо тебя раскрашивают этот мир по определенному сценарию вот я сказал у тебя сценарий ты все негативизируешь я говорю не надо этого делать но ты мне не веришь а перед тобой прямо кришна сидит и тебе говорит не надо не фигня буду во 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 опять не понимаю ей только что сказали как понимать а она опять не понимаю чего не понимаешь механику давай какую механику не понимаешь внимательно сейчас все а вот проснулась так пошла пописала зубы почистила ну что мне теперь вот это тебе расписывать что ли нет просто если я не понимаю у меня он там зачем итак ты проснулась вот механика пошла в туалет поела зубы поочистила пошла на работу в чем проблема то где проблема то где в механике проблема пока не вылезет какая-то дура и начнет а чё это я на работу пошла а чё это это самое я пописала как-то криво дуру эту не выпускаешь не даешь ничего комментировать просто механику совершаешь хочешь есть ешь хочешь спать спишь хочешь сексом занимаешься занимайся от души прям вот как есть наслаждайся прямо этим это очень кстати хороший способ пробудить вот у женщин шакти внутреннюю энергию которая будет привет но тебя штат как то так вот и ну ладно эту тему для сексологов мы ее разбирать не будем итак механика еще какие вопросы по механике сейчас подожди секунду так думай давай у меня такой вопрос получается вы сказали что суть существования это обозначить для себя карму обработать ее получается в студии проработки кармии и высшая точка это прийти к Вишне правильному? да хорошо а ну это папа хагавадгити скажите пожалуйста а вот мне интересно связаться на связи с Вишной и Вишной я просто это очень важно узнать это это же элементарно слушай внимательно Кришна это полный аватар Вишну да все я так понимаю благодарю точнее все вопрос закрыт что спрашивал то а кто бы спрашивал нет а зачем тебе это нужно то для чего ты спросил то что как это улучшило твою жизнь свою карму это тебе сразу карму вот я тебе сказал что это полный аватар и такая карма у тебя развязывается я это я это понимала просто мне нужно было подтверждение еще один подтверждение ну ладно подтверждение когда в вопросе в каком ты не конца разбираешься опираешься на более приоритетное мнение не надо вот это не делайте потому что вам вы правы я согласна молодец еще раз проверь сама да кришна это твай параматма это и есть ну или атман вот найди где ты вот это вот именно ты найди не слушай там что там тебе где-то прямо и начинай где вот это мое сердце сердце это там где ты честная настоящая живая вот и вот в любой своей деятельности вот в любой механике будь ну вот честной вот опять же про этих бешеных баб рассказываю которые она говорит я теперь не могу вот там муж ко мне подходит давай это самое щ щ щ щ щ щ я я говорит у меня сердце не лежит ты как-то вот неплохо себя ведешь и он говорит ты что с ума сошла что Rei я говорит ну не могу и все вот я тебе говорю как есть давай что нибудь сделаем вот как мне вернуть себя вот чтоб им не起來 хотелось он да и говорит я не могу уже теперь даже вот этим заниматься я механически не могу потому что и искренности и говорит вот все и с ребенком так разговариваю и с родителями так и я им так Воина говорила, они на меня наехали, говорят, ты что, нас вообще не любишь, что ли? Она говорит, ну как вот, вот такие мои сейчас чувства, вот так вот я чувствую. И потом, на самом деле, все хорошо вдруг стало, когда она им все выговорила, как есть. Поэтому это и есть вот в себе Кришну открывать. Кришна – это тот, который делает вас вот этим воином духа. Просто страшно, что они себя клюнут. Страшно, честно. Ну тогда ври. Безможно. Безможно уже. Не понял. Давай механику конкретную. Конкретную. В общем, я занимаюсь там, делаю гипс. Упаю молду, заливаю в гипс. Отлично. Так как косячила сначала, напортила я эти молды. Так. В общем, я думаю, сейчас я на Валбресе закажу, поменяю там. Так. И вот такая вот лисунский тажорки. Ну и так как ты получила, что муж мне принес, ну не забил, я на это делаю. Ладно. Принес мне муж этот. Я открываю этот пакет, а там испорченный молд. Я ходила, орала. И такая ты упа жопая, кто вообще это сделал там. И потом у меня просто началось все ржать, что это я. Это я себе это и сделал. Молодец. Молодец. Это я мать себе и сделал. Ну. Ну это было смешно. А когда я вижу это в мужа, вижу себя в матери, вижу себя, что я плохая мать. Вижу менеджер себя, вижу в подругах, в друзьях. Вижу, что я княля. Да. Какая хорошенькая. Не, серьезно. Я серьезно. Я серьезно. И один раз я просто то, что я вижу, я рассказала это своим близким. И что случилось? Ничего. Они у тебя при каждом случае, когда мне выносят, говорят, видишь только себя. Молодец. То есть они уже как учителя тебе говорят. Вообще. Все. А так разве это не так? Это так. Все. А что проблема? Ты хочешь, чтобы так не было? Снова врать начать. Я хочу хорошее видеть. Так видеть хорошее. Видеть хорошее. Пускай уходят от этих паттернов. Не, не, не. Иди ты в зад. Наоборот. Очень хорошая ситуация. Я рада, что я вас вижу. Я пообъехала. Можем прощать. Вот. Вить хорошее. Я вижу, что вы... Но продолжай быть честной. Пусть вынесут тебя. Зайди во все те страхи, которые... Я себе вопрос задаю. Почему я? Почему я? Я никуда вообще не могу деться. Я все равно это все буду жилить. Вот. Я хочу не херово жить, а нормально. Чтобы меня вот так не колбасили. Нет, подожди. Колбасить почему ты решила, что это херово? Меня автоматически выносит меня. А потом я возвращаюсь и смотрю на это. Ну, как бы меня выносит вообще просто по инерции. Я даже не понимаю, как это происходит. Ну. Вынесись все. Пусть выльется все. Там через слезы, через крики. Признай, что да. Я сумасшедшая. Уже все думают. Нет, друзья все думают, что я сумасшедшая. Так а вы же для этого и пришли. Ты что, хочешь, чтобы я тебе какую-то розовую соплю рассказал, как приклеивать? Вы мне ничего не скажете. Ничего. Точно ничего я тебе... Ты шикарно уже все делаешь так, как надо. Просто тебе надо довынестись. Да. Сойти с ума. Я не знаю. И отпустить всю эту хрень нафиг. Отпускай ее. Пусть уходит. Я сейчас задаю вопрос, что произойдет. Заткнись. Вот самое главное. Это вот не допускай, чтобы кто-то тут еще влазил и вместо тебя начинал выяснять, что там происходит. Вот это, что происходит, это оно и происходит. Доходи до днища. Выноси все до конца. Отпускай себя. Пусть выйдет вот это все говненькое. Это так и есть. Да, ты плохая мать. Ты там дура полная. Ты там неумеха рукожопая. Это все так и есть. Я точно такой же. И все тут такие же скривленные и зажатые. Так надо же распрямляться-то. Надо же распрямляться. Расрукожопивай руки. Поверь в себя, что ты Пикассо. Они, ну, знаете, корявости наделают. О, как красиво. Всем показывал. Ну, это как вариант. В отношениях попроговаривайте до конца. Пусть муж там все о тебе скажет. Пусть он... Ты ему скажи все. Все, а вот... Вообще, я видела прямо это. Я вообще, вообще... Все, все. Потому что, точно, мужчина и женщина, это стопроцентное отражение, которые должны друг другу показать их противоположности. Вы для работы собираетесь всегда вот... И здесь главное вот как раз не врать. Но при этом заткни комментатора, который говорит там что-то... Доходи до днища, дальше, дальше, дальше. Отпускай все. Все будет хорошо у тебя. Да это как через днища. Ну, к сожалению, да. Через очищение. Вычищение программ вот этих. Да, это называется... Сейчас... Это называется первый подвиг Геракла. Почистить авгивы и конюшны. На практику останешься? Все, я тебе подскажу как. Ну, это же ведь мы как раз свои паттерны поведения видим в других. Ну, это да. Это да. Я правильно хочу сказать. Да, да, да. А я вот это все обсуждаю со своим психотерапевтом. Так. Расщепление эго. Так. И она мне говорит, а где гарантия, что у тебя центр это выдержит? Мол, в психушке все лежат с расщепленным эго. Да. Кто тебе сказал, что ты присоединяешь присутствием, будешь ебанутой, и в общем, ты не тормас. Да, да. Ты нарисовала себе такого психотерапевта, который тебе нарисовал такую картину, которую ты же сама и нарисовала. А нахрена? Не надо? Не надо. Все, не платите. Просто не... Нет. Нет, если она настаивает, нахрен тебе такой психотерапевт, который настаивает, что ты в психушку попадешь. Конечно, им, психотерапевтам и психоэтим неврологам, очень важно, чтобы все сходили с ума и к ним в психушке приходили. Она меня пугает, что тебя, говорит, родственники твои свяжут по белой ручке или безуге. Я говорю, ты еще поди дотянись. Так это ты ее нарисовала, чтобы она так разговаривала. Она четыре года до этого нормальная была. О, вот это основание. Вот это основание. Но она мне депрессии помогла. Хорошо. Где она тебе помогла? Спасибо ей. Дальше она твой тормоз. Она тебя в психушку направляет. Ну, она не хочет, чтобы ты выходила, еще и четыре года с ней бы там кормила ее. Ей же выгодно вроде, да? Да, вот ей выгодно, чтобы ты вот такая была долбанутая. А, в смысле, что если будет просветение, то и... Конечно, ты сразу уйдешь в психушку, и теперь тобой будет не психоаналитик заниматься, а психиатр. Я с ней плудила темный ретрит, она говорит, а ты уверена, что у тебя достаточно все приколочено? Еще раз говорю, это ты сама себе говоришь. Это ты сама из себя клеишь неуверенность. Ты придумала такого психотерапевта, который озвучивает твои краски жизни. Ну, ты хочешь, чтобы я тебе сказал, нет, не сойдешь ты с ума. Ты просветлеешь и будешь вести сатсанги, еще этот психотерапевша к тебе припрется выяснять, как это ты так проскочила. Ну, а ты сама выбираешь, какую программу ты будешь осуществлять. Потому что я говорю, никаких психотерапевтов нету, никаких психушек нету. Это все картинки твоего сна. Если ты решила туда попасть и выслушать эту программу, ты туда попадешь. Ну, я, кстати, не боюсь. А я вот, кстати, предыдущий сатсан кто-нибудь смотрел, вот я тоже в Москве недавно, там все вот те же самые ответы и вопросы. Что на самом деле, помните, там пример я все время привожу с партизанами. Этого расстрелять, этого расстрелять, этого расстрелять. А можно вопрос? Какой? А я не хочу расстреливаться. Так, этот не хочет. Вот ты точно так же можешь сказать, а я не хочу в психушку. Потому что у них там психотерапевта в программе, этого в психушку, этого в психушку. А это не хочет, ладно. Я вот тебя звала в прошлый раз в Юле, и после этого я с родителями со своими поговорила. Так, 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 ой, хорошо как. А я ей возвращаю ее вопросы, говорю, ладно, я, ты что чувствуешь? О, ой, какая класс. Это они уже, видишь, как подыгрывают твоему психотерапевту, они начинают озвучивать это, что она сказала, что тебя повяжут, и вот они заговорили. А потом, короче, она, мать, звонит, плачет и говорит, слушай, я что-то не понимаю, что происходит, я мысли свои ставлю. Молодь, ты ее сбила. У меня, говорит, что-то в голове рой мух какой-то, плач, вообще не знаю, что я плачу. Ну, то есть, короче, я еще их поломала. Нет, ты их не поломала, ты себе сбила программу, которую у тебя психотерапевт. Ты их не ломаешь, ты себя, все, вот это, это ты. Вот запомните, никаких нету, ни мам, ни психотерапевтов, это все ваши красочки. Там ангелы кругом, которые к вам подходы роют. Но если видят, что вы тупые, они вот такие подходы роют. Через стрессы, через психушки, через это самое, через суициды. Но суициды самое говняное, потому что это уже проходы и роют другие ребята. Есть еще, к сожалению, целая банда, которые тоже очень заинтересованы, как бы до вас добраться. Давайте присутствуют. Давайте. Что у вас там? У меня со стороны нет папы. Так. И с ребенком я с тем же самым живой, но он был... Ну, это они там друг другу программу передают. Причем ты свидетель этой программы, и ты ее удерживаешь. Окей. Так. Что ты хочешь? Да. Что хочешь сейчас? Перестань эту программу в них удерживать, и поддерживать, и обсуждать ее. Они живые, но они живут так, как будто они... Это ты так живешь. Они отражают только тебя. Изменишься сама, изменятся окружающие. Я, так как я знаю, что это такое, я просто могу напугать тех, кто хочет суицидом заниматься, что никуда вы не денетесь от этого состояния, которое вас в суицид загоняет. Это наоборот. На вас сели те ребята, которые хотят вас затянуть в свой мир таким способом, чтобы вы там навечно остались. И вот тот страх, который вас из этого мира выгонял, он там будет с вами в десять раз, тысячу раз больше и страшней. Потому что ваш страх – это пища для демонов. И они очень хотят, чтобы во время страха вы покончили с собой, тогда как бы Бог вас... Ну, это известно, даже на кладбище не хоронили раньше. Да, потому что их Бог не видит, они предали Бога, те, кто суицид. Они поверили демонам и предали Бога, и поэтому они у демонов оказываются навсегда. А демоны – это и есть их страхи. То есть они навсегда остаются в своем страхе, только из него уже выпрыгнуть некуда, тела нету. Они думают, из тела выпрыгнули и к Богу. Нет, выпрыгнул и в эту жопу попал, из которой выпрыгивал. И из нее выйти не может он. Ну, это я, если бы ты хотела с суицидом, так бы тебе объяснял. Ну, получается, что я, ну, если я оттуда, ну, да, посмотрела и дальше пошла к детям. Так. Причем... Значит, смотри, здесь вообще полная жопа. Чего-то они у тебя с суицидом-то хотят заниматься. Ты что, совсем, что ли? Это ты их загнала в эту ситуацию. Ну, старшую, да. Он еще и старший, и младший там. Ты что делаешь? Ну, с тобой надо разбираться. Ты что-то там такое делаешь, очень нехорошее. Ты, наверное, вообще пособник этих козлов демонических. А? Ну? А, я помню тебя. Не, не, ты нормальная. Еще раз. Нет, если ты за них будешь пугаться, они будут это специально делать. Что? Папе оставила. Ну, может быть, папа это вы? Ну, может быть, там что-то такое. Ну, я говорю, нет, здесь такая ситуация, где надо разбираться со всем семейством. Ты можешь делать только одно. Ты можешь, говорю, себе эти программы перепрограммировать. Перепрограммировать только одним способом. Что тебя пугает? Вот тебя, не их, а тебя что пугает? Ну, тебя пугает, что ты виновата, что они себя так ведут. У тебя какое-то чувство вины, скорее всего. Какое чувство вины? Причем такое ужасное, что они... Ну, папу... Ну, типа дети, они же внуки, поэтому... А папа уже вышел таким способом? А, он уже вышел таким способом? Папа, да. Как раз, когда у вас добрости от всего этого был, 90-го, тогда он не вышел. Ну да, вот он какую-то такую программку передал. Но ты свидетель всего этого концерта. Я свидетель, но дети у нас даже возрастные рамки держат. Ну, короче, это не ко мне. Ко мне только, что делать с тобой? Все равно, я не про них, я про себя. Все, про себя все ясно. Твоя задача выяснить, что тебя в этом всем волнует. Опять же, не то, что ты знаешь, что там папа так сделал, или там еще что-то, и что вот такие сроки подходят. Это все ум тебе говорит, он тебя программирует и говорит, все, никуда ты не выберешься, ты в жопе. Твоя задача не слушать его, а начинать понимать, где внутри себя ты что чувствуешь по этому поводу. Что тебя саму пугает, что тебя саму напрягает. Есть какая-то у тебя внутри хрень, которую ты прячешь сама от себя даже? Ты одна осталась без папы, и у тебя с ним связь была? Ну, я не знаю, я говорю, это точно к психотерапевту с тобой расковыривать, чего ты там себе выдумываешь. Потому что мы сейчас все это время угробим на тебя. Ну, вы как-то сказали про то, что это они там сидят, и типа вот, и папа там верит тебя в нас всегда. И что дети потом, наверное... Ну, это я тебе говорил к тому, что ты должна принять эту ситуацию. Да, все они вот такие, и все это вот так вот. И что дальше с тобой происходит, когда ты увидела все это? Что? Краски потускнее. Если ты ходи, тебе краски нарисовывай, когда они все... Так это и есть тусклые краски, это и есть очень яркие краски. У тебя яркие краски тусклые. Вот заходи в эти тусклые. Что там тусклость и что? Что дальше с тобой? Вот они такие, все умерли. И... Чего? Когда права не меня живет. А, вот оно что вылазит. Не-не, у тебя проблема с тобой. Ну вот ты не имеешь права жить. И что? Я все равно живу. Нет, это ты болтаешь. Вот ты не имеешь права жить. Это что за чувство? И скажи, с чего оно вырастает? Как оно выглядит? Что ты ущербная, что ты плохая мать. Бороться. А? Бороться. Нет, еще раз говорю, ты недостойна жить. Это что значит? Что это такое за чувство? Вот тебе надо в него входить до конца, не прятать. Ты недостойна жить. А? Ты недостойна жить. Так, да. И что это такое? Что значит ты недостойна жить? Это что? Тогда все нормально. Вот когда оно недостойно жить и свербит как-то так, вот туда заходи. Если ты сейчас руки развела, оно сдулось, значит, это просто слова. Я недостойна жить. Зайди, что это для тебя, как, вот это недостойно. Это что? Это что? Почему недостойно? Ну, говорю, обычно недостойно это какая-то ущербность. Кто-то тебе ее внедрил. Что ты там плохая девочка была, непослушная. Или ты что была не очень добрая. Ну, я не знаю, что значит недостойна. Есть? А? Я добра. А, ты злая. Злая? Я не знаю. Ну, войди в злость в свою, вот в эту, где ты плохая, недостойная. И что там, вот ты такая. Ну, я говорю, сейчас это не для всех информация. Ты должна зайти вот в самые страшные обвинения самой себя. Обвинить и почувствовать, и понять, что все увидели вот это. И почувствовать, еще раз говорю, есть еще зрители, воображаемые. А они всегда воображаемые. Перед которыми ты вот недостойна жить. И вот в это недостоинство, вот как она на сцене, должна зайти и там умереть. Вот в этом недостойном состоянии. Нет, понимать тут не надо. Тут в том-то и дело, что надо... А? Ну, вот видишь. В общем, с тобой возиться. Что значит умереть? Так. Я иду в состояние своего страха. Так. Иду зрителя. Все, я вам страшный, некрасивый. Да, во-во, хорошо. Вот ты страшная, некрасивая. И что? Что значит умереть? Подожди, это ты сейчас не выскакивай. Ты страшная, некрасивая. Да. И что происходит? Вот ты страшный, и главное, все увидели. Ничего не происходит. Видишь, умереть не можешь. Да? А надо? А не надо, да? Не надо. Все. Видишь, я говорю, просто говоришь, все, надоело умирать. Умирать больше не буду. Заходи в свой самый страшный страх. Зайди в него и увидишь, что там никого нету. Никого нету. И что умирать не надо. И, главное, невозможно. Вы-то еще думаете, что умереть возможно? Невозможно. Умереть возможно. Это вот как раз вот этот суицид. Вот они умирают. Но они умирают в своем страхе, и в нем навечно остаются. Вот это жуткая смерть. Ну, у всех у вас будет жуткая смерть. Но она будет как Бордо. Это будут временные страшилки. А вот суицидник, он со страшилками навсегда остается. Но это не чувство твоей вины. Это их проблемы, те они не касаются. Те-то что вот беспокоит? Что вокруг все себя так ведут? Ты-то вот в какой, что ты в себе чувствуешь? Вот как вот это самое страшное, из-за чего все это происходит? Это что такое в тебе? Есть такое? Из-за чего все это происходит? Ну, это ближе к мне, но я от меня цифрова. Ну, вот я говорю, надо в чувство вины в какое-то влезть, увидеть, кто тебя там завинил-то. За что поймали? За что-то тебя поймали очень хорошо. За папу. За папу. Это как это, за папу? Вот расшифруй это для себя как чувство. За папу. Это что значит для тебя? Я говорю, эти дети тебе просто вот это чувство вины снова показывают. И если ты его не пройдешь, они сделают, чтобы тебе еще хуже, чтобы ты к ним же и попал туда, куда все они идут. Тебе надо вот найти вот это вот, за что, на что они тебе указывают, что там с папой было, что-то действительно, еще раз говорю, не думай вот о том, что я сказал, что он там в аду. Папа в хорошем теперь вместе находится, мы перепрограммировали. Там где-то, я не знаю, если у тебя чувство вины, что он это сделал из-за тебя, ну это вообще нет. Ну ты хоть как-то себя винишь в этом, что ли, или что? Ну вот надо вот это найти, где ты себя, это, говорю, они тебя напугали, и ты там себе измену какую-то сделала, предала себя, и в результате теперь тебе дети показывают. Мама, выходи из этого предательства, верни себя себе. А это значит, надо зайти вот в этот самый жуткий страх, и там просто побыть, и никому не давать комментировать, и увидеть, как он сдуется, что это просто энергия. Ты же на практиках была, помните, мы же говорили, там смотришь, она вибрирует, и все, это просто энергия, там никого нету, там есть только точка вашего внимания. Это и есть здесь, и сейчас, и это и есть вот этот, а это и есть этот парамат мой, это Бог там сидит тобой. Так, ну давайте еще что-нибудь, давайте. Я правильно понимаю, что все ограничения в моей голове? Нет. Мои страхи? Нет. А что еще может быть? Надо убрать вот это, правильно я понимаю, это кто такой? Да. Убери его, тогда будешь правильно понимать. Вот пример. Давай. Я с детства мечтал быть каскадером. Отлично. Даже прыгал с гаражей. Отлично, отлично. И мне страшно взять и выйти в окно с третьего этажа, прыгнуть туда спать, продавить. Ну. Это ограничение. Ну. Можно жить в этом страхе, страдать. Но можно взять и сделать. Чего? Пробовать. Ну попробуй, купи wingsuit и попрыгай со скал. Обосрешься и сразу поймешь, все, надоело его прыгать. Еще у меня есть ограничения. Не, подожди. Надо сделать. Ты сейчас начнешь нам свои фантазии рассказывать. Да. Хочешь прыгнуть страшно? Вот есть всякие бейсеры и всякие. Запишись к ним, походи, прыгни пару раз. Если это твое, будешь кайф ловить дальше. Прыгать, летать там, на ютубе выкладывать всякие съемки. Если хряпнешься, вот ты и допрыгался. Что хотел, то и попрыгался. Но ты это сделал, как боец. Реализовал свою мечту. А еще хочу зарабатывать. Не, 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 еще хочу, началось. И не работать при этом. Ну и все. Вот большинство, вот именно это маниловщина, сел на диван, а хорошо бы мост построить, а хорошо бы жену. Беру все свои сбережения, беру кредитное плечо, делаю ставку на падение, допустим, акций Сбербанка. Либо просираю все в момент, либо выиграю несколько миллионов. Ну, понятно, чем вы занимаетесь. Экстрим. Нет, ты любишь поболтать, ты не хочешь делать ничего. Ну, а может и не надо делать? Ну, давай так поболтаем. У тебя есть, вот я тебе сразу указал на того, кто у тебя самая главная помеха. Болту. Болту. Захотел что-то, начинай делать. Хочешь прыгать из окна, начинай вначале прыгать с первого этажа, со второго, с третьего. Есть вон классный чувак, прыгает со скал, там, в воду с 30 метров. Причем глубина бассейна метр. Как он не разбивается, я вообще не понимаю. Вот это круть. Так интересно. Вот ты таким встань. Так уже встал. На мотоцикле ездил, спортивный разбил, причинил. Ездил до тех пор, пока два мотора не отлетели. Ну, нормально. Вот тогда езди на мотоцикле. Вот, хорошо. Ну, вот сам. Не, не, не останавливайся, езди. Есть еще трековые гонки, там они... Там ездил. Да, вот. Там дорого, ну. Ну, деньги начни зарабатывать, чтобы дорого ездить и красиво. Купи себе там на тысячу лошадей какую-нибудь Хонду и давай там 300 км в час. А на все мои желания жизни не хватит. Так ты одно сделай-то, что ты на все-то? Что-то все одно. Да, выбери, вот если ты мотоцикл выбрал, вот достигни совершенства. Достигни. Вот я парапланы выбрал. Маечка написана. Pre-PVC, это предкубок мира. Я был участником в 2018 году. А как сейчас? А сейчас границы закрыли, никуда не поехать. Я выполнил норматив мастера спорта по парапланерному этому самому. Объездил полмира с этим парапланом. Дошел. Плавание? Теперь вот плавание. Одно отработал, следующее взял. Ну, это то, что на физическом теле. Есть еще куча других дел. Но взялся за одно, доведи его до совершенства. Там я стал художником, там, чем-то еще, там, строителем. Я все это довожу до конкретного результата. Когда он исчерпывается, я вижу, все. Либо я дальше уже предел. То есть, ну, вот я не могу стать, там, чемпионом мира. Там такие лоси летают, что... Ну, не могу, у них фестивлярная... Ну, пока уже... Да, и вот оно исчерпало себя, и все, у меня интерес пропал. Но оно исчерпать должно. Я не бросил это. Я довел докуда? До предела. То есть, я начал ездить на Кубок мира. Я, там, выиграл чемпионат России, там, и... Я это довел. Дальше мне не перепрыгнуть. Я понял, что все, хватит. Сергей, вы как-то в одном из роликов, я слышала, сказали, позвонила вам знакомая из Питера, и говорит, не хочешь поучаствовать в соревнованиях по плаванию? Да. И ваша речь. Я сижу и думаю, ну, вообще-то плавать я люблю. Да, я в детстве плавал. И пошел туда. Пошел. Вот. Я как раз в Ростов приехала, и вы с медалями. Я приехала к вам, на практике была. Так вот, про практику хочу сказать, вот, мое такое состояние, что через год только практика дошла до меня. Да. Но это надо делать, делать, делать. Обязательно упереться вот в те... Может быть, не сразу в самые смертельные, а найди, где у тебя там барьерчики стоят, где ты сама себя предала. У тебя где-то очень мощное предательство само себе, потому что отрицание жизни твоего зеркала, это предала ты сама себя где-то. Напуганная, может быть, отцом или еще кем-то, кто довел его. В общем, какие-то такие моменты, вот в каждый из них зайди и там умри, в каждом из них. Ну, то есть, доделай эту практику. Это уникальная, конечно, ваша технология. Но она не моя никакая, не технология, это просто... Давай, хорошо. Здравствуйте. Сейчас. Я приехала к вам из Ташкина, да? Ой, молодец. Мой друг из Барселона приходил к вам из отца. О, привет. Наконец-то я до вас добралась, пересмотрела все с отцами. Так. Очень рада вас встретить. Вот это я, это возможно. У меня такой вопрос, я постараюсь без крат. Очень хорошо. Последние три дня я очень жестко болела, а постараюсь на самое дно. Очень хорошо. И у меня был запрос, я увидела, как мое эго буквально имеет мое. Это эго называется «Посудорный учитель». Очень хорошее эго. Она очень сильно увлекалась во все то, что мне было интересно, совсем соглашалась, и в итоге дала мне ощущение, что я все осознала, я все знаю, но страдания не заканчиваются. Я могла понять, где с такой стороны вот эта присоска, она во мне еще и держится, где какая моя выгода была. Так. Я увидела, теперь я не знаю, я теперь увидела, что я вот от этого не отодвинулась. Не отодвинулась. Оно сейчас разговаривает тобой. Да. Я отодвинулась от нового, и теперь я хочу освободиться, но без того, кто хочет. Вот, уже технологию поймала. Смотрю молча. Смотрю молча, а он мне говорит, куда смотришь? Вот, вот, вот. Видишь, шизофрения началась. Да, я не знаю. Все, у тебя будет долгий путь. Ты создала духовное эго, которое вот такое мощненькое, оно все эти технологии знает, у тебя очень серьезно. Но ты можешь пройти и дальше. У тебя реально есть возможность для прохождения. Но, значит, тебе сейчас рогом упереться, и будет и тело выключаться. Это первый признак, что ты в ту сторону поперла. Да, да, эго понимает. Ой, оно сейчас врубится, и меня скинет. Духовное мое эго скинет. Вот куда ты? Сейчас я тебе по носу золотуху так... Прямо, я говорю, в тело внедряется. Вот опять же про этих бешеных... Это 100%. Она говорит, болезнь может буквально за полдня так накрыть, и к вечеру исчезнуть. Да, да, да. Прямо... Кровью плеваться начинает. Да, говорит, что... То есть это на физику... На тело очень сильно набрасывается, если есть духовное эго. Оно не хочет тебя выпускать. Оно будет тебя... А ты должна... Ну да. Да. Ну, во-первых, не себя. Ну да, да. Да. Ну ты же знаешь, как это делать. Ну вот прямо сейчас... Подожди, подожди, прямо сейчас. Прямо сейчас. Посмотри, откуда этот... Вот сейчас ты разговариваешь. Это откуда ты? Из какого места вот этот диалог у тебя идет? Там уже, видишь, он аргументированный, он чувственно подкрепленный, он... Но он откуда-то вот из тебя идет. Из какого-то вот такой небольшой вибрации тоненькой. Что где-то у тебя вот эта энергия неустаканенная. И вот она вот такие проговаривает темы. Потому что когда она их проговаривает, тогда это духовное эго живет. Это его жизнь. Вот эти разговоры, как она борется с собой, как она что-то там прочитала, как она что-то уже других научила. Это его разговоры. Твоя задача – начать успевать до того, как она начинает какой-то разговор, заметить... Ну, в начале докуда только возможно успеть заметить, откуда это вылазить, и в этом остановиться столько, сколько можешь выдержать. Потом она снова с другого боку залезет. Ты уже, зная, как делать, снова вот в то место, откуда снова пошел новый нарратив. Не дай ему развернуться. Если он развернулся, все, оно захватилось, стало тобой. Вот оно тобой, когда ты говорила. Вот говорила, оно уже было тобой. А ты можешь, ты знаешь, потому что как это делать, не дать ему развернуть вот этот, на экран вывести проекцию, и тебя там зафиксировать. Видя вот там того, как оно тебя фиксирует. А прямо вот успевать до него. Это очень трудно. Это называется изучить тенденции ума. У тебя очень мощные тенденции ума. Очень сильные, очень духовные, очень там еще какие-то. Они моментально твой образ создают, где ты вот сейчас существуешь. Но ты можешь заметить, что до того, как они начинают его создавать, есть некое мгновение, откуда у тебя возникает что-то желание сказать. Не важно там, говоришь ли ты с теми, кто ниже тебя, ну, типа, как учитель. Говоришь ли ты с тем, с кем споришь с равным. Или же там сейчас. Вот из какого места вот это «я когда чувствую»? Видишь, ты уже стала... Да, что сейчас не важно, что ты сейчас... Конечно, важно, ну, типа, ты на сатсанге, тут можно поболтать. Но для тебя сейчас самое главное важнее было заметить, что ты вот молчала-молчала, и вдруг оно раз и тихонечко вылезло. И снова тебя поймало и уже начало тащить. Ну, это, говорю, это должна стать у тебя... Прямо вот это называется бдительность. Ты теперь должна стать ловцом своего ума. Но если ты это будешь делать, вот как сейчас я сказал, это значит, ты уже стала... Он тебя опередил. То есть тебе надо до того, как что-то он сумеет сформулировать. Конечно, это тоже очень такое сумасшедшее состояние. Полный неадекват. Потому что он же скажет, я ж... Ну, ты знаете, вот этот фильм «Револьвер»? Я ж твой лучший друг. Без меня ты никто. Я ж всю жизнь с тобой. Я тебе помогу выйти из этого состояния. Вот так он начнет с тобой разговаривать. Станешь неадекватом, тебя он... Родители свяжут и в дурку отведут. И даже, наверное, начнут так делать. Да. Это, знаешь, как есть вот сказка там про какую-то царевну, которая должна была... Ее братья в лебедей превратились, и она должна была связать им этим самым... И скрапивы одежду, рубашки, чтобы они снова людьми стали. А рядом был ее муж-король, который говорил, «Ты дура! Ты что делаешь?» А ей надо было вязать и молчать. Вот у тебя та же самая. Ты сейчас должна связать все рубашечки для своих. И чтобы кто там ни мама, ни муж, ни еще кто-то не говорил, должна вязать тихонечко, тантрически. Сергей, здравствуйте, можно ли? Да. Здрасте. Если никого нет, и все просто происходит. Если бы до кабы, в носу росли грибы. Это так? В чем смысл? Так, не слушаешь. Я поняла. Никого нет, и все просто происходит. Так, а с кем ты тогда разговариваешь? Ну, с умом, он с умом разговаривает. Ни хрена себе. У тебя что, ум есть, что ли? Происходит просто говорение. Серьезно? Ну, в чем смысл? Вон, Держка, видишь, как это делается? Не выдерживает. Ну, в чем же смысл? Типа, никого нету, никого нет. А в чем смысл? Как? В чем смысл держать осознанность во время смерти, если никого нет, и все просто происходит? Это, получается, персонаж будет преграть осознанность? Персонаж будет все это сделать? Да. А почему, говорят... А это еще откуда? Это будет делать персонаж, все. Ну, вы рассказывали... Подожди, это же персонаж начал делать. Что ты ему даешь делать вместо тебя? Уже, ты сказал, это будет делать персонаж. Вот персонаж вылез и начал делать. Тебе что, нравится быть персонажем? Или ты хочешь стать осознанной? Что ты хочешь? Я же говорю, вам нравится быть персонажем и играть в дурни. Нет, стать осознанной, конечно. Серьезно? Тогда остановись. Нет, ты снова персонаж. Заметь, как персонаж вылазит с каждым словом. Это главнее, чем сказать, что он хочет сказать, будучи персонажем. Персонаж может трепаться о чем угодно. У него бесконечные истории на 10 тысяч жизней. Он осознанно сдержит персонаж? Да. Захнутый круг? Да. Легче стало? Нет. Угу. Ну вы на прошлом сасанге рассказывали, что когда... На меня все. Да, я виноватый. Вы утонули? Не полностью вас спасли. Увидели, что вы... Вот вы осознанно вошли в состояние... Обо мне что будем рассказывать? Ну это персонаж, получается, вошел. Ты про меня рассказываешь? Угу. У тебя сейчас персонаж вылез такой говнистый, превратил меня в персонаж и начал этого персонажа обсуждать. А то ли он делал или не то ли делал. А может быть он не то делал или вот... Или вот, наверное, он вот это делал. Зачем тебе это? Про какого-то персонажа, будучи сама персонажем. И знаешь, что ты персонаж. И пока ты персонаж, никак ты не просветлеешь. А ты же просветлеть хочешь? Вот теперь выясни. У тебя какая мотивация главней? Поперсонажить или просветлеть? Вот как только до тебя дойдет, что просветлеть главней, ты поймешь всех персонажей. Взад. Ни одному персонажу не дам вылезти. Даже вот этому, который не дает вылезать. И просветляюсь. Ну, страх смерти это ума или у персонажа. Ну, видишь, тебе нравится быть персонажем, который болтает. Ума персонаж одно и то же. Еще и выясняет. Еще раз. Помните, есть очень простая вещь. Расколдовать слова. Если ты сейчас просто остановись. Персонаж это что? О ком ты говоришь? Это что такое персонаж? Вот есть в кино персонаж. Есть персонаж в сказке. А у тебя кто персонаж? Про какой персонаж ты персонажишь? Это просто пустое слово. Ну, все, это пустое слово. Больше его не употребляем. Все. С персонажем разобрались. Давай, что у тебя там дальше? Просветление. Или давай, твое слово. Страх смерти. Страх. Страх это что? Слово. Все. Еще что-то хочешь сказать? Ну-ка попробуй. Получается, все слова. Нужно просто молчать и все. Ах ты быстро проговорил. Я даже не успел зацепиться. А слово это что? Вибрация. А вибрация это что? Концепция. А концепция что? Слово. Слово. Все. С него начали, на нем закончились. Все остальное убираем. Слово это что? Слово это слово? Все. Не вибрация, не концепция. Это просто слово. А оно существует? Так, поехали. Запрягла? Существует? Существует. Существует это как? Оно то существует, то и существует. Существует. Существование это что? Существование? Да. Есть. Кушать хочешь? А, давай. Существование. Существование это бытие. Кстати, да, это синонимичный. Бытие это что? Ну видишь, два слова одно и то же обозначает. Выбирай. Я есть, естьность. Я есть. Нет. Давай тогда я это что? Естьность это бытие. А ты же туда я добавила? Ну получается без я. Без я. Аж тогда что это? Без я. Ну это вот, осознавание и естьность. Осознавание это что? Видишь, ты теперь бытие осознаванием заменяешь. Ты все время словами слова прячешь. Не разобравшись ни за одним из них. А с ними разбираться нечего, они все пустые. Из пустоты состоят и ничего не значат. Ну да. Все. Тогда как ты городишь вот этот огород-то? Из этой пустоты? Значит, мне и останься. Тогда вообще нужно молчать и ни в чем не разбираться. Можешь молчать? Ну-ка, молчи. Как молчать будем? Молчание это что такое? Без слов. Все, убирай, без слов. Раз без слов, значит без слов. Как только слово появится уже в уме, сразу на него прыг, ты кто? И пока оно без слов. А если слова появились, следующее слово тогда лови, который его начал определять. Пока есть слова, которые определяют слова, ты во сне. Как только ты их начинаешь убивать сразу же своим вниманием и видеть, что каждое слово пустое. Все, ты супер мастер дзокчен. Ты не даешь ни одному слову засловиться. Но это и есть медитация. Ты это не делаешь. Ты опять спрашиваешь, а что будет? То есть ты не хочешь находиться в том моменте, где убиваются слова. Ну не убиваются, а выясняется их сущность. Ты спрячешь это пространство. Ты надуваешь мыльный пузырь. Ну вот фигней всякой. Сереж, можно? Да. Ну ведь при помощи этих слов все здесь собрались. Не было слов, у нас бы всех здесь не было. Тебя. Меня. Меня. Не смотрел бы я Сапсанги, не знал бы эту информацию, но я здесь не сидел. Точно. Да, именно при помощи слов ты здесь. Видишь, как все просто. Ты здесь при помощи слов. Которых нет. Которых нет. Которых нет. Значит, ты не здесь, а ты в этих словах. Так вылези из них. Окажись здесь. Вот как девушка, которая Кришну увидела. Стань Кришной. Чистым светом сознания, который оживляет эти слова. Только не замазывай при помощи этих слов пространство своими страхами и всякой фигней. Залез в страхе, глубоко перед сном. Сюда трое, наверное, так колбасило. Ну и результат? Исчезли. Вот и все. Спрятались. Наверное, спрятались. Еще не могу найти. Все. Переходически что-то проявляется. Опять положу, опять прячется. Чувствую, прячется. Есть, но прячется. Подколоть сложнее. Ну и что? Все. 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 Я это танки внимания? Ну почти что да. Только ты чуть-чуть уехал с этого места. И это есть внимание. И тоже чуть-чуть уехал. Ну вот чистый вариант, который Махарш говорит. Я есть. Вот это оставил. И вот теперь я есть. И вот на нем и остановись. И больше ни во что его, ни в какие слова не превращай. Но упрись в него. Вот прямо я есть. Это как? Как это? Я есть. Это как? Как что? И ты понимаешь, как ноги и руки, это слова. Как душевные переживания, это слова. Как, я не знаю, еще какие-то слова, это слова. Это все не я есть. А я есть без слов. Прямо вот я есть. Все. Не дать, не взять, ничего. И вот оставайся в этом. Сколько можешь. Тогда ты попадешь туда, куда вот ты сказал словами. В чистое свое сознание, оно же и внимание. Внимание, оно не твое. Это так, вот как солнце, оно, видишь, тебе ничье, но благодаря ему есть растения, земля и все планеты, потому что они освещены им. Нету света, ни одну планету, ни один атом бы ты не увидел. Ведь все атомы, ты, это все игра светотения. То есть нету солнца, нету ничего. Вот твое сознание, это такое солнце, которое дает всему. А ты вот дальше, как в этой, в пещере Платона, вместо того, что смотреть на солнце, смотришь на те тени, которые отражаются от каких-то там, то, что ты называешь страхами. И вот этих страхов в этой пещере и пугаешься. Хотя ты, есть вот свет вот этого солнца, который все создает. Как он вот наше солнце. Ну, опять же, я наговорил, но это вот попытка при помощи слов, ну хотя бы приблизительно направить туда, не знаю куда. Что такое расфокусировка внимания, это смысл? Да я не знаю, что ты под расфокусировкой понимаешь, что ты под вниманием опять же понимаешь. Я же тебе только что объяснил. Внимание, это и есть свет сознания, который дает всему жизнь. Как ты его можешь расфокусировать или сфокусировать? Ты его можешь только, ну, я говорю, вот когда свет, я вот обычно этот образ, вот если, знаете, линза, и свет, когда линза чистая, он чистый, его видно. Если на линзу налепить зеленых, красных каких-то фильтров, свет оттуда выйдет, уже зеленый и красный. Если налепить говно, то вообще ничего, свет не выйдет. И вот как ты это говно фокусируй, не фокусируй, свет не идет. Вначале его надо счистить. Счистил говно, свет сам все сфокусирует. Твоего тут участия нету. Пока ты в чем-то участвует, это твое говно участвует в этом. Оно вот занимается фокусировкой к того, чему отношение вообще никакой не имеет. Потому что слепленное это говно, из говна. Ну, то есть слова и слов. Ну, я так говорю, говно, на всякий случай. Ну, чтобы веселей было. А так оно может из разных, вот как я начал с этого, из разных, из разной палитры. У кого-то розовые очки, у кого-то зеленые, у кого-то черные, у кого-то красные. Это палитра, которой ты рассвечиваешь тот белый свет, который твоим вниманием светит. Но ты не видишь этот свет, потому что его невозможно увидеть, потому что... А ты видишь только тот фильтр. Но это и хорошо, если ты фильтр видишь. Ты обычно видишь тоже за фильтром. А за фильтром уже кино. Знаете, пленка, когда через нее свет, там уже персонажи побежали. И вот ты уже видишь, это вообще уже такое глубокое засыпание. Ты уже один из персонажей, который бегает вот в этом кинофильме. Чем выше говна, тем туснее ваш фильм. Ну да. Ну, опять же, я говорю, это слово я употребляю для веселости. На самом деле, конечно же, кто-то героические фильмы смотрит, кто-то там, я не знаю, жертвеннические фильмы смотрит, кто-то там суицидальные фильмы смотрит. В общем, всякие-всякие. Но все они слеплены из пустоты. А это значит, что, ну, нет у них ничего. Сергей, а вы как из своего вылезли? Если б я вылез, ты бы сейчас сама вылезла мгновенно. Я же с вами сижу тут, мучаюсь из-за вас. Да. А вот вы говорили про суициды, суицидников, да? Да. Получается, что если ты совершаешь суицид, даже если это какое-то, ну, например, импульсивное решение подростка, да, совершенно не особо, то ты расплачиваешься за это прям в вечность? Да. Поэтому и говорят подросткам, идиоты. Ну, во-первых, оно не импульсивное, это тебе кто-то в кино показал. Перед этим подросток себя загоняет очень сильно, либо тем, что его никто не любит, либо, наоборот, тем, что он кого-то любит, а его не любит. Ну, в общем, чем-то он загоняется много времени. Потому что, чтобы так вот... Ведь суицид – это нарушение закона самосохранения. Тело очень об этом заботится, оно всячески этому сопротивляется. Поэтому нужно очень загнать себя, чтобы заблокировать закон самосохранения. Поэтому это никогда не импульсивное, это всегда долгое, гнетущее вот такое надумывание. Если этому подростку не помочь вовремя, то он себя загонит и сиганет там с крыши или еще чего-то.